Романы Стивена Кинга продолжают повторно экранизировать. Джеймс Ван взялся за Томинокеров. Кто на самом деле сыграл Майкла Майерса в новом Хэллоуине? Пила 9 уже запущена в производство. Гильермо Дель Торо возглавит новое подразделение студии Fox Searchlight, специализирующееся на разработке хорроров и научной фантастики. А Эрл Стайн открыл писательские онлайн-курсы. Здрасте, я Рофф, и это Хорошие Новости. Книги Стивена Кинга всегда были лакомым кусочком для киноделов, но после поразительного успеха прошлогодней киноадаптации «Оно», собравшей порядка 700 миллионов долларов, всех залихорадило не на шутку. Уже в мае стартуют съемки фильмеца «Кладбище домашних животных», релиз которого ориентировочно намечен на апрель 2019 года. Это станет уже второй попыткой экранизировать одноименный роман. Первая была в 1989 году и даже обзавелась сиквелом. Также известно, что и «Противостояние» получит новую жизнь. Работу над предстоящей экранизацией поручили Джошу Буну, и на данный момент проект затачивается под сериал, состоящий из 10-ти часовых серий. А это значит, что хронометраж получится даже больше, чем у Мика Гарриса, снявшего по книге 6-ти часовой мини-сериал в 1994-м. И знаете что? Это может оказаться очень даже неплохой идеей, в отличие от недавней «Темной башни», когда по мотивам 8 книг склепали полуторачасовой недоблокбастер. Ну а ждать еще, судя по всему, довольно долго, так как никаких конкретных дат пока что озвучено не было. Под горячую руку попали и томинокеры, которые тоже обзаведутся новой экранизацией. За разработку проекта взялись ребята знатные – Джеймс Ван и Рой Ли. Ну, Джеймса Вана, режиссера «Пилы», «Астрала» и «Заклятия» знают все. Ну, а вот Рой Ли, для тех, кто не в курсе, был продюсером ремейков «Звонка», «Проклятия», «Женщины в черном», «Полтергейста» и многих других. Он же выступил продюсером нового «Оно». Короче, мужик на ремейках собаку съел. Ранее томинокеры уже были экранизированы в 1993 году. Правда, тогда это был телевизионный мини-сериал. А вот новая киноадаптация должна будет стать полнометражной лентой. Смотрите-ка, тут вырисовывается ситуация, похожая на «Оно». В целом-то идея снять новую экранизацию по томинокерам неплохая. Фильмец 93-го был весьма занятным, но вот бюджета ему явно не хватало. Может быть, в цепких лапах Вана картина претет более достойный вид? В любом случае, предложения о съемке новой киноадаптации уже разосланы по разным студиям и стриминговым сервисам, включая Netflix. Так что запасаемся терпением. Но за это время, может быть, еще какие-нибудь книжки Кинга решат повторно экранизировать. Уже этой осенью Майкл Майерс вернется на большие экраны, а вместе с ним и Лори Строуд в исполнении Джеймили Кертис. Более того, саундтреком к предстоящему фильму занимается Джон Карпентер собственной персоной. Но, пожалуй, главным сюрпризом стала новость о том, что самого Майкла снова сыграет Ник Кассел, исполнитель роли маньяка в оригинальном Хэллоуине 1978 года. Но, увы, фанатам придется закатать губу, потому что все оказалось не совсем так. На самом деле, в новом фильме у Ника Кассела будет лишь камео. Это стало известно из недавнего интервью с актером и каскадером Джеймсом Джудом Кортни, который как раз таки и стал основным исполнителем роли Майерса в предстоящем Хэллоуине. Также Кортни поведал, что сам Кассел воспринимает свое эпизодическое появление как этакую передачу эстафеты. А на одной из встреч с журналистами Ник Кассел окончательно расставил все точки, заявив «Послушайте, я пришел сюда сыграть камео. Теперь Джим наш новый Майкл Майерс». Что ж, пусть будет так. Да и пора бы нам уже спуститься с небес на землю. В прошлом году Нику Кассел стукнуло 70 лет. Не в том он уже возрасте, чтобы за кем-то с ножиком гоняться. Напомню, что новый Хэллоуин станет прямым сиквелом первого фильма 1978 года, игнорирующим все остальные части франшизы. Релиз ленты намечен на 19 октября 2018 года. После хороших кассовых сборов восьмого фильма франшиза пила, решение о начале производства девятой части не заставило себя долго ждать. Сценарием будущего фильмеца займутся Пит Голдфингер и Джош Столберг, корпевшие и над восьмой пилой. Стоит отметить, что это те же самые парни, что работали над пираниями в 3D 2010 года. Так что о том, как кромсать кожу и месить кровь, ребята отлично осведомлены. А вот режиссеры восьмой пилы к работе над новой частью не вернутся. Как бы то ни было, будет ли очередная мясорубочная пьеса продолжением или перезапуском серии, пока неизвестно. Что ж, да это будет всего-то девятая часть. Еще есть куда расти. Особенно с таким-то отличным удобрением в виде 100 миллионных сборов. Гильермо Дель Торо, похоже, добился своего. Кинокомпания Fox Searchlight, выпустившая «Форму воды», подписалась режиссером контракт о том, что Дель Торо возглавит новое подразделение студии, которое будет специализироваться на производстве хорроров, фэнтези и научной фантастики. Своей любовной драмой с легким налетом монстр муви, взявшей аж 400 туэтки Оскара, Гильермо Дель Торо заработал себе высокий авторитет в Голливуде и вошел в доверие к студии, выпустившей «Форму». И вот вам итог в виде контракта. Остается лишь надеяться, что «Форма воды» была в большей степени этаким средством для Дель Торо, благодаря которому у него теперь развязаны руки. Может, режиссер наконец даст ход проектам, которые уже давно пылятся у него на полке. И, возможно, одним из таких проектов станет экранизация «Хребтов безумия» Говарда Филлипса Лавкрафта. Ну а чем черт не шутит? Ну это на уровне гипотезы. А тем временем контракт уже подписан. Что ж, будем пристально следить за развитием событий. Кстати, недавно я сделал подробный разбор фильма «Форма воды». Так что, если вам это интересно, тут выскочит подсказка, можете перейти и посмотреть. Если вы любите ужастики так же сильно, как и я, то у вас наверняка уже не раз возникало желание написать какой-нибудь стрёмный рассказец собственного сочинения. Разумеется, накалякать достойную страшилку может далеко не каждый. Дело это непростое. И совет хорошего наставника тут никогда не помешает. Кого бы вам предложить? Как насчёт Роберта Стайна? Да-да, я говорю про того самого Эрл Стайна, автора серии книг-ужастики. Ну или мурашки. Как вам угодно. Но помните те разноцветные книжонки. Теперь у каждого есть возможность получить урок от мастера баек для детишек. Автор открыл собственный онлайн-курс, в рамках которого научит вас цеплять молодого читателя с самой первой страницы. Курс разбит на 28 уроков, а стоить это удовольствие будет ни много, ни мало 90 долларов. Вот что говорит сам Стайн про свои курсы. «Её написал множество страшилок, однако процесс их написания был вовсе не страшным. Я хочу показать студентам, что им не нужно бояться писать, и что занятие это, напротив, может быть очень даже весёлым». Что ж, если вы знаете английский и располагаете лишними финансами, то флаг вам в руки. Ну, по крайней мере, можете посмотреть промо-ролик курса. Там тоже проскакивает парочка дельных советов. Ну и на стряну Стайн посмотрите. И да, это была не реклама. А на сегодня это всё. Всем моим подписчикам привет. А если вы ещё не подписаны, то вы знаете, что делать. И всегда будете в курсе самых интересных новостей из мира хорроров. Да, если вы вдруг захотите как-то поддержать мой канал, то это будет очень даже кстати, так как теперь я затрачиваю гораздо больше времени на подготовку еженедельных новостей. И я буду очень вам за это признателен. Все ссылочки вы найдёте в описании. Увидимся на следующей неделе. До свидания.